приветствую друзья на канале scale journal сегодня небольшое видео о посылках приехал ко мне несколько посылок практически одновременно эта посылка из японии из китая и посылка из российского магазина собственно вот они все здесь решил не разбивать на отдельные видео сейчас за раз все покажу так что давайте не будем задерживаться и посмотрим какие обновки приехали ко мне предлагаю начать с маленькой посылки это пар посылок из китая и раз уж и речь зашла о посылках из китая хочу напомнить что у меня на сайте есть страничка в которой я сделал подборку товаров из китая которая может быть полезна и интересно моделистам ссылку вы на нее сможете найти в правом верхнем углу и также она будет продублирована в описании под этим видео и вот из последних что ко мне приехал это пинцет который есть возможность фиксировать такой зажимной очень интереснее уже успел им поработать немножко в предыдущем видео за этой хитрости как раз я им работал удобный недорогой простой еще один пинцет у меня практически десяток их много не бывает под разные задачи свои пинцеты еще одна посылка толком я еще и они не смотрел и распаковывал так быстренько оглянул что к чему это два вида маскировочных масок интересный вариант достаточно это что-то нечто среднее между блю таком и жидкими масками у продавца в китае было два варианта это черная и синяя черная соответственно нам более жестко идет синяя более мягкая они уже были запакованы внутри пакеты я уже достал они утрасти расцикли сейчас попробуем достать показать вам что примерно из себя представляет хорошо так затекла вот на видите ну как пластилин своеобразный хорошо тянется хорошо можно укладывать тонкие полоски камуфляжа не знаю я еще не пробовал если интересно друзья пишите комментарии будет время сниму отдельный ролик про эту маскировочную ленту как на себя ведет как можно применять в общем то в планах отдельного ролика пока нет ну вот если прям много много желающих будет и будет у меня время на это то обязательно сниму этот она черный вариант как я вам сказал что пожестче и вариант синяя если не голубая она помягче стоят они дешевле чем испанские аналоги раза в два по виду вроде тоже самое так что будем смотреть пробовать в каком-нибудь видео не точно меня засветится это вот что китайцы китайских посылок а всех откладываем переходим дальше давайте скрою посылку из японии тут у меня модель бумажку и помимо бумажки японцы еще упаковали все это в купе это это у нас гандамы модель гандама например вот так выглядит коробочка это малый масштаб 144 это по аниме влезнокровные сироты долгую игру какую взять это у меня кстати 2 коробка первую коробку даже не успел показать там тот же самый персонаж только другой мобильный доспех который он использовал ну если опять же интересно как покажу может даже сделал обзорчик я не знаю особо наверное рассказывать нечего поскольку я практически ничего про это не знаю могу лишь показать литники они уже по цветам в принципе при желании можно просто собрать не красить они достаточно яркими плюс наглейки я конечно же собирать не просто собрать не покрасить инструкция здесь у нас идет получается только на японском ну я думаю что проблем не должно возникнуть вроде показано все достаточно подробно когда буду собирать эту модель я не знаю взял ее как тренировочную потому что у меня еще буду есть вторая моделька она в 100 масштабе более крупная но вот я не решился собирать потому что немножко страшновато потому что что-то новое надо на чем-то попроще по 3 раз поэтому я вот эту 144 масштабе что ж задержаться не будем давайте посмотрим что еще приехал ко мне это уже посылка из российского магазина здесь не особо чего много но давайте достаю посмотрим первое это вот такие джазовские пластиковые зажимы 15 штук максимально зажимаемый размер 25 миллиметров когда у меня сломался последняя прищепка которая раньше использовал для фиксации каких-то вещей вот решила наконец-то такие что пора бы нам сказать что-то более подходящее такие вот зажимы как мне кстати подойдут и будут меня выручать когда нужно склеивать какие-то мелкие детали ну и подобное их тут 15 штук так что должно хватать на долго намного я надеюсь что они ломаться не так так же просто как прищепки так это первая позиция вторая позиция это тоже пластиковые зажимы фирмы джаз вот это был у нас артикул 4136 а это у нас 4138 это большие зажимы у них максимально зажимаемые размеры 50 миллиметров давайте достанем пробуем одну штук в принципе при работе с моделями такие большие зажимы наверно могут где-то потребоваться да я даже не знаю я просто набрал эти зажимы чтобы фиксировать фон и для фотографии прижимать к столу таким вот образом вот ну посмотрим может где-то и при сборке модели пригодятся может будет там при сборке корпуса подойдет их здесь у нас получается в упаковке 1 2 3 4 5 6 7 8 тоже без дела лежать не будет еще одна позиция это запасные стержни для маркеров молотов хром но они скорее всего не только для хрома подходят но я брал для хрома к сожалению мой маркер для таких маркеров к сожалению мой маркер то ли я его забыл закрыть плотно то ли еще что-то он засох и перестал писать поэтому вот купил запасной стержень надо будет заменить и можно будет продолжить пользоваться очень удобная штука можно делать покрытие для фар зеркал кстати ссылку про вот эти маркеры можно точнее ссылку видео про вот эти маркеры можно посмотреть на канале опять же ссылка есть в правом верхнем углу выходите смотрите очень интересная штука для моделистов и еще и еще приехали три таких клопа это шерман маус и немецкий ханамак все в сотом масштабе есть у меня кое-какие задумки на их счет но кстати есть у меня давно уже собраны лежат ждут покраса такие еще четыре клопа естественно третий пазик четвертый пазик kv2 и t34 я уже принципе практически полностью подготовил покраски какие-то мелкие доработки были сделаны но этого это уже за кадром не знаю буду ли я красить на камеру или нет результатом поделюсь либо либо в контакте либо в инстаграме либо фейсбуке ну и скорее всего в к на канале тоже я это будут публиковать вот такие посылочки ко мне приехали напомню ссылка на статью стол армии из китая располагается в описании видео там большая подборка заходите наверняка что-то найдете себе интересного такие интересные обновки если понравилось данное видео обязательно ставьте лайки если остались какие-то вопросы не забывайте оставлять их в комментарии под этим видео стараюсь всем отвечать но в принципе на сегодня это все всем спасибо за просмотр до встречи в новом видео пока